Приветствую вас, друзья мои! Знаю, что вы с нетерпением ждете новые видео с отпуска. Сегодня я познакомлю вас с еще одним очаровательным средневековым городком, расположенным на холмах Умбрии. Он находится в 12 километрах от Асизи, и те, кто приезжает в Асизи, обязательно заезжают и сюда. Городок Спелло, построенный из розового камня, несомненно является одним из интереснейших городков Умбрии. Посещение этого места станет сюрпризом или даже подарком для многих. Искусство, история, культура, хорошая еда и цветы – это Спелло. Для тех, кто любит неспешный и спокойный отдых, это идеальное место, где можно провести пару дней отпуска или выходные. Каждый год в период с мая по июнь здесь проводится инфьората. Во время этого праздника центральные улицы города буквально покрыты цветами. Жители города создают картины на религиозную тему из лепестков цветов прямо на асфальте. В это же время здесь проводят конкурсы на самый красивый цветущий балкон, окно и переулок. Если вы не можете побывать в Спелло на этом празднике, вы все равно можете в любое время полностью погрузиться в красоты городка. Переулки, улицы и аллеи его украшены цветами в течение всего года. И недаром город Спелло называют столицей цветов. Цветы здесь можно встретить даже в самых неожиданных местах. Пусть в некоторых местах они просто нарисованы, но они так украшают город. Продолжение следует... Подходя к этому месту, все гиды произносят одну и ту же фразу «Готовьте фотоаппараты!» И на самом деле это место хочется запомнить навсегда. Продолжение следует... Ну а теперь пойдемте гулять. Буду показывать вам все – цветы, арки, улицы, переулки. Пусть мое маленькое видео приблизит вас к удивительным и колоритным местам Италии. Продуктовый магазин, а в колбаску, конечно же, добавлен трюфель. Мы же в Умбрии. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Если вы когда-нибудь видели фотографию Спелло, она могла точно быть только с изображением переулков, аллей и балконов с цветами. Местные жители так уютно и художественно украшают свои улочки, что и хочется запечатлеть в памяти навсегда. А маленькие детали дополняют эту красоту. Хочется бродить по этим сказочным улочкам, забыв про все на свете. Современный Спелло пронес через годы и сохранил свое очарование. Пройдя то по поднимающимся вверх, то по спускающимся вниз улочкам, можно неожиданно набрести на уютные дворики. А сейчас я открою вам тайну, почему я люблю ездить в Умбрию. Во-первых, мне очень интересно открывать для себя новые места. Здесь достаточно много интересных мест. А во-вторых, я очень люблю трюфель. А Умбрия как раз и славится трюфелями. Во время обеда и ужина, проходя мимо ресторанов, в воздухе чувствуется запах трюфеля. Его добавляют в пасту, сыры, к мясу и даже в десерты. Например, я заказывала себе пасту с сыром брие и черным трюфелем. И казалось, что вкуснее я ничего не ела. Потом на другой день попробовала пасту с белыми грибами и черным трюфелем. И казалось, что и эта паста очень вкусная. Потом мясо с соусом из трюфеля и много всего другого. И каждое блюдо казалось лучше прежнего. Плохой я блогер. Как только застыл, я забывала про съемки и от души наслаждалась изысками Умбрии. Пара фотографий есть, но я их добавлю в видео, где буду рассказывать про Перуджу. Ребята, если будете планировать поездку в Умбрию, обязательно попробуйте блюдо с умбрийским черным трюфелем. Это очень вкусно. Церковь Санта-Мария Маджоре. Главный храм Спелло. Церковь известна с XII века, а раньше на этом месте стоял античный храм. Главное сокровище церкви – фрески знаменитого Пинтурикью. А здесь была прекрасная панорамная площадка. Главное сокровище. Городок Спелло находится на холмах густо засаженных не только оливковыми деревьями, но и другой разной пышной растительностью. А история создания Спелло уходит далеко в прошлое, к временам Римской империи. Археологический осмотр городка показал, что примерно 80% современного Спелло, даже не знаю, уместно ли применять слово «современный» к такому древнему городу, но все-таки назовем его современным, он стоит на римских фундаментах. И поэтому этот городок считается самым римским из всех городов Умбрии. Постройки римского периода находятся на глубине двух метров. Спелло был достаточно большим городом, но он не выдержал прихода варваров, которые разрушили его, и превратился в бедную деревушку. Она побывала под правлением герцогства, потом было время, когда деревушка входила в состав папских земель, а в 1527 году войска Карла V разрушили не только Великий Рим, но и эту маленькую деревушку. То, что мы видим сейчас, это уже было отстроено заново. Небольшая площадь, и на ней в центре растет миндальное дерево. Узнаете? Эта скульптура посвящена Святому Франциску. Почти такая же скульптура находится в Осизи. Ну а мы поднимаемся все выше и выше. Здесь как раз находятся фотографии с праздника инфьората и подготовка к нему. Это как раз для тех, кто не попал на праздник. Недавно я показывала вам Осизи с узкими улочками и говорила, что даже в сильную жару здесь не чувствуется зноя. Так и здесь вспело. А стены близко стоящих домов совершенно не кажутся мрачными и не давят. А наоборот, кажутся воздушными благодаря цветам. Извилистые узкие улочки так и зазывали меня пройти по ним. Ведь почти на каждой такой улочке есть тайные дворики, которые я скоро вам покажу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Изделия, которые продаются в этом магазине, изготовлены из камер. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Который находится в соборе Святого Петра в Ватикане. Только этот балдахин в разы меньше. Кто бы мог подумать? Субтитры сделал DimaTorzok Вот эта часть города мне очень сильно понравилась. Здесь будут такие великолепные улочки. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Видите ежей? Субтитры сделал DimaTorzok Масляная лампа, которая освещала городок в средние века И электрическая современная И вот эта часть городка мне очень понравилась. Люблю, когда много деталей, можно остановиться, порассматривать. Между домов прекрасно просматривается панорама. Вот по этой дороге мы как раз ехали в Спелло. Город до сих пор частично окружен древней защитной стеной, в которой сохранились ворота, ведущие в город. Субтитры сделал DimaTorzok Переулок поцелуев К сожалению, историю этого переулка я не знаю, но обычно переулки получают такие названия после каких-либо особенных романтических событий. Во многих городах Италии существуют такие переулки, как и во многих городах Италии есть улица Рима. Субтитры сделал DimaTorzok Наша прогулка по городку Спелло подходит к концу. Дорогие мои, я познакомила вас с еще одним милым и удивительным городком Италии, который поразил не только своей историей, уютом, красотой и вкусной едой, но и чистотой, а пахнет в этом городке трюфелем и цветами. Я сразу подумала о Риме, вот бы в Риме навести такой порядок. И еще. В июле я отправляла по почте Ватикана пять открыток. И опять дошли не все. В этот раз мне написали только два человека, которые получили открытки. Мне очень жаль, что не все открытки доходят, но я все равно буду продолжать отправлять их вам. Так что смотрите мои видео и ждите очередного розыгрыша открыток. До новых видео, друзья! И как всегда, большое вам спасибо за лайки, комментарии и что делитесь видео с друзьями. Пусть к нашим с вами прогулкам присоединяются ваши друзья и знакомые. Субтитры подогнал «Симон»